На что похожа жизнь среднего техасца? Проснулся, покачал нефть, пострелял, съел барбекю, ну еще немного покачал нефть, лошадей погонял, опять барбекю, нефть, ну и, пожалуй, спать. Мы, конечно, утрируем, но со стороны техасца действительно смотрится именно так. Если есть в США более медленный и расслабленный штат, то точно не в континентальной части. Огромные просторы, бесчисленные фермы и ранчо, уйма нефтяных вышек и широкополые шляпы. У каждого под подушкой двустволка. Охранять private property. И где-то там, посередине штата, в городке College Station, танковый Museum of American GI. Возможно, единственное место на планете, где на танках можно не только легально покататься, но и пострелять из них. Мероприятие это организовала компания «Гайдзин» в честь появления в игре War Thunder линейки американских танков. Всего их насчитывается 29, не считая машин премиум-класса. От младших легких М2 и М3 до мощнейшего М47 «Паттон», любимого танка Арнольда Шварценеггера. К сожалению, среди музейных экспонатов «Паттона» не сыскалось. Зато там были танки «Стюарт», «Чаффи» и «Шерман». Все на полном ходу и вполне боеспособны. На всех трех организаторы с удовольствием катали приехавшую прессу и даже позволяли пальнуть в сторону леса. Как из пулемета, так и из основного орудия. О, боже мой! И стреляет по цели. Но это все, конечно, в теории. На практике внутри танка настолько шумно-тесно и тряска, что понимать команды приходится с полуслова, интуитивно. Угадывая, чего от вас хотят посредством рудиментарного отростка на конце позвоночника. Разработчиков War Thunder регулярно осаждают с претензиями, что танки в игре медлительны и неповоротливы, и хотелось бы, чтобы управление ими было попроще. Так вот, на самом деле оно там уже проще некуда. По сравнению с настоящими боевыми махинами, игровые танки порхают как бабочки и даже способны развивать теоретическую максимальную скорость. В то время как в реальной жизни в танке болтает так, что экипаж бьется обо все выступающие углы, даже если машина едет медленно. Это с виду кажется, что танк прет гладко и неумолимо, просто сминая все препятствия на пути. На деле же из-за жесткой подвески внутри чувствуется каждая кочка. Хотя, конечно, это мы скорее с непривычки. Да и габариты у многих журналистов оказались побольше, чем у среднестатистических танкистов. Туда же, в общем-то, специально отбирают не самых рослых, чтобы вольготнее себя чувствовали в танковой тесноте. В Чаффе, например, стрелок находится на позиции принцессы Ли и Подли Джаббэхатта. То есть в ногах, а за уши его нежно обнимают командирские колени. Обозревать окрестности приходится либо через перископ, либо через узенькие-узенькие стеклопакеты. Как настоящие танкисты ориентируются на поле боя и как они умудряются нормально целиться и попадать, для нас до сих пор остается с загадкой. Впрочем, захочешь жить и не так раскорячишься. После пары поездок становится плюс-минус понятно, почему разработчики не горят энтузиазмом создавать режим от первого лица для Oculus Rift. Он, конечно, позволит внимательно рассмотреть все многочисленные рычажки, кармашки и механизмы внутри танка, но играть будет катастрофически трудно. С самолетами в этом плане куда как проще. И вид из кабины куда более впечатляющий, и сам пилот находится в относительно комфортных условиях. Спасибо компании Gaijin Entertainment. Мы в полной мере прочувствовали, каково это — быть настоящим танкистом. Одно дело — воевать, удобно развалившись в кресле и вяло шевеля мышкой или геймпадом, и совсем другое — трястись внутри танка самому, под оглушающий рев мотора и выстрелы пушки, от которых не спасают даже ушные затычки. Симуляция внешнего поведения танков War Thunder и вправду весьма достоверна. Наверное, танкам положено быть медленными и массивными, подолгу разворачиваться и наводиться. В жизни всё на самом деле ещё медленнее. То снаряд войдёт не до конца, и его придётся проталкивать деревянной чушкой. То неровная местность растрясёт все внутренние органы экипажа и отобьёт любое желание двигаться. А уж если гусеница слетит, то ни о каком экспресс-ремонте за 30 секунд и речи быть не может. Посовещавшись, приглашённая пресса пришла к общему мнению. Кататься на танках и стрелять из орудий, конечно, весело и круто, но только при условии, что никто не будет палить настоящими снарядами в ответ. Ведь даже представлять, что творится внутри танка, когда в него прилетает стальная болванка или, не дай бог, кумулятивный снаряд, можно разве что с содроганием. К счастью, именно для этого и существуют видеоигры, и в частности симуляторы, чтобы каждый имел возможность побывать на месте танкиста или пилота-истребителя. И можно весело стрелять друг в друга безо всяких последствий. Ну а если вдруг однажды захотите покататься и пострелять в реальности, двери Museum of American GI в Техасе всегда открыты. Мы вот ощущения сравнили. В War Thunder всё очень похоже. Но следующий уровень реализма без имплантации электродов в мозг, пожалуй, что и невозможен. А как иначе передать ощущение звуковой волны от рвущегося снаряда или пулемётной очереди, которая в реальности продирает до костей. Но, как знать, вон аппарат для выкачивания из геймеров крови при ранениях уже попытались выбросить на рынок. Может быть, и для танков придумают что-нибудь эдакое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова